МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу поблагодарить всех организаторов. Стало доброй традицией проводить ярмарки. И подобный формат показывает, что и для ребят, которые только стоят на пути выбора своей профессии, и ярмарки, трудоустройства, которые проводятся для взрослого населения нашей страны, очень эффективны и результативны. Надеюсь, каждый пришедший на сегодняшнее мероприятие вынесет для себя что-то важное, полезное и ценное, которое пригодится ему в жизни. Для гостей мероприятие организовали несколько площадок. Одну из основных представили 15 средних, специальных и высших учебных заведений района и края. Лолита Будяк и Альберта Хаян из станицы Северской, но сейчас учатся в Новороссийске. На ярмарке представляют Государственный морской университет имени адмирала Федора Ушакова. Вернулись ненадолго в родную станицу, чтобы рассказать старшеклассникам местных школ о возможности поступления в их альмаматор. Я учусь на втором курсе таможенного дела, института морского транспортного менеджера экономики и права. Это одна из специальностей нашего высшего учебного заведения. Это с вами университет, потому что сейчас транспортная сфера достаточно сильно развивается. Наш университет готовит не специалистов, а водителей, не механики. Поэтому думаю, что сейчас специалисты в этом деле очень нужны. Альберто Хаян в красивой парадной форме, гордо представляющий свой вуз, доказал, что подобные ярмарки еще как работают. Учусь на юридическом факультете. Мне, собственно, все очень нравится. Я учусь на Северске. Я поступил в Новороссийске, также выходя на ярмарку в Агансе и увидев это прекрасное учебное заведение. На площадке Ильского филиала Краснодарского политехнического техникума, учащийся второго курса и будущий электромонтер Александр Борисов показывает схему подключения. Это далеко не единственное направление в учебном заведении. В этом году у нас набор шесть бюджетных групп. Это очень большое количество бюджетов. Это специальность поварской и кондитерской отдела. Профессия повар-кондитер. Профессия электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подростям. Также есть специальность технического обслуживания и ремонта двигателей, системы и бригадах автомобилей. И будет одна коммерческая группа экономика и удобность учебных подростков. Вы что преподаете? Я преподаю в группах поварского и кондитерского отдела и профессии повар-кондитера. Обучение по многим специальностям предлагает и Политехнический колледж, филиал Майкопского государственного технологического университета в поселке Яблоновском. Представители одной из них, будущие повара и кондитеры, под руководством преподавателя показали мастер-класс по созданию сладких подарочных наборов из печенья, мастики и айсинга. Это сахарно-белковая рисовальная масса для изготовления объемных кондитерских украшений. Большой по численности стала и основная площадка работодателей. У нас присутствует 21 работодатель со своими вакансиями. Также имеются вакансии по всему краю, можем предоставить. И есть доступ у нас на портал «Работа в России» либо на портал «Кубзан». Это вакансии «Кубзан» – это вакансии всего Краснодарского края. А на портале «Работа в России» – это вакансии всей нашей России. На учете у нас стоит 150 безработных, а вакансии у нас более 700. То есть у нас вакансии превышают, чем численность безработных. Но дело в том, что у нас идет несоответствие, как у нас, так и по краю. Это несоответствие между профессиональными навыками наших безработных и вакансии, которые у нас выставляются. Конечно, очень много вакансий – это врачи и педагоги, учителя. Ну а у нас стоят, как бы, ну, не хватает. Профессиональный навык не соответствует. Однако Центр занятости населения предоставляет и целый блок услуг по профобучению или по переобучению, получению новой профессии. Доступно это и безработным, и уже занятым гражданам, желающим изменить сферу деятельности. Услуги бесплатные, готовы работать со всеми. Нужно только прийти, выбрать нужное и заполнить заявление. Ведущий специалист отдела кадров Северской центральной районной больницы Оксана Мустяц пришла в надежде хоть немного сократить огромную нехватку сотрудников. «Врачей очень не хватает, реанимация, хирургов по району. Проблемы травматологи и хирурги. Водителей скорой помощи очень не хватает. Вы сами знаете, что эта проблема вызвать скорую. Водителей катастрофически не хватает. Младший медицинский персонал, это санитар, тоже очень не хватает. Большая нехватка. Ну и профильные рентгенологи, врачи-рентгенологи, врачи-неанатологи для работы с детками. Большая проблема. «В какие условия у них у тебя есть?» «Очень хорошая, по сути, для нашего района зарплата достойная считается. Так как вы знаете, дотация от государства, зарплата хорошая, график работает, тоже, соответственно, подбирается в зависимости от сотрудника. Идем на соц. госпрограммы. Это земский фельдшер для работы в отдаленных ФАПах. Стараются, вы сами знаете, что государство старается привлечь работников на село. Даже несмотря на это, их все равно катастрофически не хватает. Организовали и отдельную площадку для участников СВО и их родных. Инна Черкова – социальный координатор по Северскому району от Государственного фонда помощи «Защитники Отечества». У нас обучающие предложения для участников СВО, переобучение, обучение. И, естественно, если будут переобучаться, то им и будет трудоустройство по данной новой специальности. У нас работает филиал в Краснодаре. Это наш головной филиал Государственного фонда. Находится он в городе Краснодар, от Арбекова, 1,2,1. Северская. Мы находимся на улице Петровского, 4, кабинет 74. Работало еще множество различных площадок. Подобные мероприятия всегда полезны для тех, кто ищет себя и свое место в жизни, а главное – получает консультацию и помощь. Продолжение следует...